Здравствуйте! Тема занятия – компоновки горелок котлов. Смотрим. Немного о терминологии. Обратите внимание на вот этот рисунок – левый верхний и левый нижний. По левому нижнему рисунку легко понять, что это P-образная компоновка котла. Для такого котельного агрегата вот эта сторона называется фронтом, а вот эта сторона называется тылом, или задом, или задней стенкой. А это фронтальная стенка. А это, на которую мы смотрим бок, ну и с той стороны тоже бок. Таким образом, по размещению горелок на какой-либо из стенок различают фронтальное расположение горелок, встречное расположение горелок, боковое расположение горелок и встречно смещенное расположение горелок. По высоте топочного устройства различают одноярусное размещение, двухъярусное, трехъярусное и треугольное боковое, и V-образное боковое. Чем больше горелок, тем мощнее котел, как правило. Хотя горелки бывают разной мощности, тепловой, на уровне 25 мегаватт могут быть горелки мощностью, могут быть на уровне 50 мегаватт, поэтому от мощности горелок тоже будет зависеть их число. Но в целом, все же, чем больше горелок, тем мощнее котел. И так называемая тангенциальная компоновка. Это такая компоновка, когда в каждом угле топки размещается горелка, и их струя направлена в центр, но так, чтобы не строго в центр, а по касательной окружности. И тогда факел закручивается в круг, и вот в виде кольца он так и горит вверх. У каждого вида компоновок есть свои недостатки и свои преимущества. Ну, например, вот эта компоновка позволяет очень удобно разжигать горелки. То есть можно вот разжечь одну вот эту горелку, а потом за счет нее разжечь вот эту и так дальше следующее. Вот эта компоновка может обеспечить очень высокие плотности сжигания, низкий механический недожег, но зато у нее появляются вот в этих углах застойные зоны. И в целом вообще все преимущества или недостатки компоновок связаны вот либо с организацией сжигания и поджига самого факела, ну и вторая составляющая это, конечно, аэродинамические характеристики топочного пространства. Вот застойная зона образуется, например, да, или вот здесь застойные зоны образуются. Минимизация этих застойных зон и удобное воспламенение и организация факела – это те преимущества, ради которых различные компоновочные решения и применяются. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...